Добрый день! Сейчас начало второго, и это значит в эфире передача «Универсальный формат». Я Анатолий Семенов. Я сегодня в очень хорошем настроении, приподнятым. Почему? Потому что очень скоро на наши земли придет очень большой праздник. Не просто праздник, а праздник театральный, что для меня, я надеюсь, для вас вдвойне важно и значимо. Дело в том, что в сентябре, в середине сентября на Самарскую землю придет фестиваль «Волготеатральный», первый межрегиональный фестиваль. И вот обсудить это великолепное событие, это знаковое событие, мы здесь и собрались сегодня. Я представляю моих сегодняшних собеседников. Ну, давайте так будем слева направо, да? Это Евгения Мищенко, начальник отдела культуры и искусства администрации городского округа «Самар». Здравствуйте, Евгения. Добрый день, Анатолий. Далее Владимир Александрович Гальченко, Владимир Гальченко, наш знаменитый актер, заслуженный артист России, представитель Самарского отделения СТД России. И Татьяна Валентиновна Журчева, член правления СТД, кандидат филологических наук, председатель экспертного совета фестиваля «Волготеатрально», вот этого фестиваля, который мы сегодня анонсируем. Ну, во-первых, я вас заранее поздравляю, хотя еще до открытия осталось некоторое время, но уже сам тот факт, что это событие готовится, уже видны его очертания, уже есть афиши, уже они и расклеены, уже есть программы, уже есть награды и так далее, и все это мы, в общем-то, видели уже, трогали и ощущали. Это говорит о том, что праздник не за горами, праздник вот он, вот он, вот он состоится. Ну, давайте я начну, наверное, с... с кого начать? Я предлагаю с Владимиром Александровичем. Да, я хочу две барышни, давайте, Владимир Александрович, да, вы идеологи СТД. Дело в том, что событие действительно историческое. Так сложилось, что Самара, театральный город, об этом знает вся страна. Но город Самара никогда, почему-то вот так получилось, не имел своего постоянного театрального фестиваля. И вот сейчас рождается вот такой наш ребенок, который по инициативе Самарского отделения союз театральных деятелей был поддержан Ассоциацией городов Волги, которые сейчас возглавляет наш мэр Дмитрий Азаров. И должен сказать, что этому фестивалю предшествовали еще другие наши пробы пера в этом плане. Например, мы решили, да, Евгения Борисовна, объединить муниципальные театры Самарской области вначале. Придумали такие обменные путешествия друг к другу. Ну, это был прошлый сезон театра. Такая проба была, да? Да, проба пера. Как муниципальные театры наших городов Сызрани, Тольятти и Самары могут общаться, как перетекающие сосуды, творчески общаться. Нам показалось, что это достаточно интересно. И дальше мы пошли. У нас амбиции есть. Мы пошли шире. Мы взяли теперь всю большую Волгу. Вот. Я должен сказать, что очень приятно работать с этой командой администрации города, потому что это не единственный проект. Он, да, самый большой. И такой пилотный, первый, праздничный. Но у нас есть и конкурс зрительских симпатий «Браво», который мы проводим уже не один раз. И в преддверии фестиваля проведем его еще раз, где зрители голосуют, где, по мнению зрителя, мы выясняем, кто там у нас в этом году. Самый любимый. Самый любимый, самый талантливый. Вот. И тоже есть такая возможность. У нас есть своя передача на вашем канале, станция театральная. То есть... Очень многое уже сделано. Многое уже сделано. И поэтому очень приятно работать с людьми, которые тебя слышат. Отлично. Вот, наверное, так. Александр, спасибо. Я... У меня вопрос к Евгении Борисовне следующий. Вот Владимир Александрович упомянул о помощи со стороны ассоциаций городов по Волжье. Значит, в чем заключалась, вот о чем уже можно сказать, в чем заключалась и заключается помощь вот в организации этого фестиваля? Ну, сама идея, она была представлена на таком большом заседании всех мэров городов по Волжье. И Дмитрий Игоревич всех пригласил. В Чебоксарах, по-моему. Да, это было в Чебоксарах в прошлом году, в августе. И мэры городов с удовольствием откликнулись. Это и мэры, и, наверное, губернаторы, потому что приезжают и государственные, и муниципальные театры. Ну да, тут разные театры совершенно. Тут самые разные театры. Поэтому у нас представлено в принципе все по Волжье, можно так смело говорить. И это именно заслуга ассоциаций городов по Волжье. Но если говорить об администрации, то, ну да, мы готовы взять и уже ведем определенную организационную работу, помогаем Владимиру Александровичу, помогаем Татьяне Валентиновне, союз театральных деятелей. Ну, конечно, это наш локомотив, это наши идеологи. С локомотивом вам повезло. Отлично. И вот реально получилась вся эта подготовительная работа, вся вообще огромная, я насколько представляю, за год. Ровно год назад было впервые об этом сказано в совещании. Вообще, действительно, очень удобно, когда мэры городов имеют такое объединение. Очень. Площадка такая, да? Да. Удобно решать эти вопросы. Например, фестиваль же у нас конкурсный, они просто встретились и поздоровались. Жюри московское, победители нашего фестиваля, театры. В свое портфолио занесут, где там они в Самаре, что взяли. Вот. И те театры, которые были отобраны нашим экспертным советом, Татьяна Валентиновна расскажет об этом подробнее, они сразу пошли к своим мэрам и говорят, все, мы едем в Самару, нас взяли. И, естественно, мэры городов всячески подключаются. А мэр уже в курсе. Да, они уже в курсе. Они уже готовы. И мэр счастлив, что его театр прошел конкурсный набор в Афиш. Да, это статус, это знаково. Ну и практически вот прямо Владимир Александрович подвел к вопросу Татьяны Валентиновны. Татьяна Валентиновна, зная ваш высочайший вкус и квалификацию, значит, как ваш экспертный совет, экспертный совет Волгове с вами, подбирал, как выбирал, как происходил этот естественный, неестественный отбор? Как это происходило все? Ну, спасибо за комплимент по поводу вкуса, конечно, но тут проблема не вкуса, на самом деле, это гораздо более сложная вещь. Вкус это, ну, как бы такая очень неуловимая штука, очень сложная. А экспертный совет, он потому и совет, что там собирается несколько, вот в данном случае у нас было трое. Это Ксения Аитова, известный в городе театральный обозреватель, не только в городе, в России сейчас, потому что она в минувшем театральном году вошла в экспертный совет «Золотой маски», то есть уровень квалификации ее как театрального критика очень высока. И еще один член экспертного совета, которого не надо презентовать в этом городе, это заслуженный артист России Олег Белов, не только блестательный артист, но и очень образованный, очень насмотренный человек, который много, активно, с огромным интересом смотрит спектакли, умеет их понимать, анализировать, видеть очень объективно. И вот мы все втроем пытались отобрать лучшее из того, что нам представлено. Это было трудно, потому что фестиваль у нас не тематический, то есть у нас нет заявленной какой-то темы, ни репертуарной темы, ни стилистической, ни жанровой никакой. Поэтому каждый театр вышел с тем, что он сам считает у себя лучше. Не старше двух лет, да? Ну, в общем, да, мы старались отбирать спектакли свежие. — Татьяна Владимировна, я сейчас вас прерву на минуточку, на две. Поскольку у меня подготовлено сейчас, только что прибыл сюжет свежий, буквально самолетом его привезли. Давайте посмотрим и, собственно, к обсуждению уже перейдем. Собственно, того материала, того контента, который будет на фестивале Волготеатральный. Смотрим. Звезда любви Звезда волшебная Звезда моих Минувших дней Ты будешь вечно Неизменная В душе измученной моей Какой бы был ужас, если бы я вышла за кого-нибудь, да? Ты будешь вечно Неизменная В душе измученной моей Да поехали на север, а? На север Слушай, я же... Я же шофер Вот, видишь? Я шофер, вот Шофер, механик Ну, вот скажи, что, стал бы я тебя хуже, нет? Не знаю Как ты знаешь? Нет, конечно, для меня ты бы хуже не стал Но просто я считаю, что человеку должен делать больше, на что он способен Тома, Том, Том, кто на что способен? Ты пойди разбери, ну поехали Куда? Со мной, Том Так вдруг ни с тобой ничего, подумай Ты думай Да давай Давай не думай, а? Тома Не думай, а? Поехали Ну А поехали Ну, что я там буду делать? Мне заработать надо Ничего Дело И с ней есть Нова Итак, первый эпизод мы посмотрели Это театр из Нижнего Новгорода Нижегородский театр комедия Вот мы можем обсудить этот фрагмент А можем просто уже перейти к тому, что вообще было представлено То, о чем начала рассказывать Татьяна Валентиновна Вот сколько было отсея Сколько отсеяли вы заявок, что ли? Так Представлено было нам 23, если 23, да Спектакля Некоторые театры так хотели к нам попасть, что представили даже несколько спектаклей Но мы отобрали, вот в итоге в афишу вошло 14 названий Так что отсев не очень большой, но тем не менее вот он состоялся Вот Нижегородский спектакль нам показался Кстати, раз мы его посмотрели, тут сейчас фрагмент Он показался нам интересным Он сделан в такой очень традиционной манере Классической Как раз в манере того театра, когда писалась пьеса Да, там много объемов Да, они постарались воссоздать вот это ретро на сцене Так как в свое время в фильме Михалков это сделал киносредствами Они сценическими средствами пытались нас опрокинуть вот в ту эпоху Ну вот нам показалось это интересным и достойным того, чтобы на это посмотрели самарские зрители И, соответственно, самарское жюри Не самарское, а фестивально Значит, у меня вопрос к Евгении Борисовне А что вас порадовало вот сейчас на этом этапе? Пока еще фестиваль не начался, но вот, может быть, из представленных работ вам что-то, вас что-то привлекло? Об этом можно говорить, мы же ни на кого не давим Ну, меня радует, наверное, как самарского зрителя то, что наш театр тоже активное участие принимает Это и Тольяттинские театры, и наши два муниципальных камерных сцены, Самарская площадь и театр юного зрителя Самарт Это здорово, когда наши же коллеги, наши дорогие земляки принимают участие А потом очень интересно, мы не ставили, когда писали положение, такие ограничения, что фестиваль должен быть обязательно много жанровый, например Мы не ставили таких ограничений Как мы не ставили ограничения, что театры только муниципального подчинения То есть такая вольница была в хорошем смысле, да? Мы не хотели сами себя сужать Нет, конечно, нельзя отказываться Если будет хороший спектакль государственного театра, так почему же его не взять? Вот, и у нас совершенно неожиданно, для нас получилось, что у нас один, но все-таки есть спектакль в жанре театра кукол И причем Фрекин Жули А, мне, кстати, очень порадовало, что, да, тем более Столетия Стринберга Да, и Столетия Стринберга, и материал совсем как будто бы не... Да, да, мне еще порадовало, что очень важно, кстати, что Фрекин Жули дважды, да? Во-первых, грани, ну, вакулические И другая эстетика, другая стилистика И очень хорошо, что у нас кукольный жанр все-таки появился совершенно неожиданным образом Конечно, это очень хорошо И мы всегда, да, тем... Мы всегда говорим, Союз театральных деятелей, что давайте вспомним, что куклы — это всего-навсего жанр Это не колобук Это не детский театр Это не детский театр, это дамы в декольте у Образцова ходили на вечерние спектакли Это всего-навсего жанр И, может быть, вот этот спектакль Фрекин Жули напомнит самарскому зрителю Об этом, да Вот Евгения Борисовна сказала о том, что ее порадовало то, что и самарские театры, и Тольятти То, что как бы область хорошо представлена, самарская И вот из Тольятти, например, два коллектива Вот сейчас мы посмотрим фрагмент из спектакля одного из этих театров И продолжим беседу, смотрим Но ведь он не один виноват, гражданин потекальников Вы напрасно его одного обвиняете Обвиняете их всех Я боюсь, вы не совсем понимаете, почему вы стреляете, гражданин потекальников Радишите, я вам объясню Ради Бога, пожалуйста Вы хотите погибнуть за правду, гражданин потекальников? Вы знаете, эта идея Только правда не ждет Погибайте быстрее Вот Сейчас же Порвите вот эту вот записку Где она? Сейчас же Порвите ее, напишите другую И напишите мне, если не все, о чем думаете Обвините мне всех, кого следует И защитите в ней глаз Защитите в ней интеллигенцию И задайте правительству беспощадный вопрос Почему? Ну почему оно не использует строительство Такого чуткого, лояльного и знающего человека Каковым без всякого сомнения является Аристанг Доминикович Гранд Скубин Кто? Аристанг Доминикович Гранд Скубин А это кто ж такой? Да я, это я! И вот когда, гражданин потекальников Вы застрелитесь, вы застрелитесь как герой Выстрел ваш, он раздастся по всей России Он разбудит уснувшие соны страны Он послужит сигналом для всей общественности Ваше имя польется из устных ста Ваша смерть станет главной темой для диспутов Ваш портрет поместят на страницах газет И вы станете лозунгом Гражданин потекальников Дальше, 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 Аристанг Доминикович Дальше, продолжай Вся интеллигенция соберется у вашего гроба Главные люди страны понесут вас отсюда на улицу Катафан вашу тонет в цветах И прекрасные лошади В белых пополгах повезут вас на кладбище Ёллипан, неволь, это жизнь! Ну, фрагмент из спектакля «Самоубийцы» Знаковый такой спектакль по Эрдману Татьяна Валентиновна, вот я смотрю У вас маленькая, а у меня уже большая афиша Такая же, как и сейчас висят Вот очень много национальных театров Вот Альмейский татарский государственный драматический театр Далее Мордовский государственный национальный драматический театр Вот пару слов о национальной драматургии представлены на фестивале Так, здесь драматургия-то представлена не национальная Театр Здесь театр представлены Театр Значит, у нас два театра из Татарстана Это русский театр, большой драматический театр Имени Качалова, Казанский Один из старейших театров России Который вот как раз привозит спектакль «Золотой слон» Это по пьесе практически почти забытого драматурга 20-х годов Очень любопытный материал драматургический Мы ими открываемся Да, мы ими открываемся Они у нас... Ну, большой театр должен, конечно, открываться Да, на площадке драматического театра И открываемся мы другим национальным, тоже большим театром Который имеет сложную, трудную историю Но вот в последние годы он сложился как очень серьезный театр Они играют и на мордовском, и на русском языке Это саранский мордовский драматический театр Они играют тоже почти неизвестную Для меня это было просто открытием Пьеса Алексея Толстого Которая не вошла ни в одно из известных мне собраний сочинений Где-то она там в архивах То есть открытие даже для вас? Да, абсолютно открытие Играть они у нас на русском будут? Играть они будут на русском языке И мы мордовским театром закрываемся Это у нас закрытие Вот видите, как красиво у нас оформляется все это, да? А практически в середине афиши у нас совершенно замечательный спектакль Я очень горжусь тем, что вот мы, во-первых, получили такую заявку И тем, что мы ее смогли использовать Это Альметьевский драматический театр Это татарский театр Они играют на татарском языке Но у них совершенно замечательный репертуар И они на татарском языке Кстати, перевод на татарский этой пьесы был осуществлен директором театра Они играют «Мещанскую свадьбу» Бертольда Брехта В очень интересной стилистике Я ничего не понял, но интересно А там, в общем, все понятно Там даже не нужен язык Настолько это ярко стилистически сделано Так, даже немножко авангардно, по-моему И меня очень порадовало, что вот национальный театр, который при этом не в какой-то такой классической стилистике существует А на самом современном уровне Ищут, да? Ищут, да? И я думаю, что и, во-первых, наши сограждане, владеющие татарским языком, получат огромное удовольствие У нас очень много в городе татар Но и русскоязычные зрители, если они пойдут на этот спектакль, я думаю, тоже не пожалеют времени, которое они на него потратили Это интересно Хорошо, мы сейчас посмотрим фрагмент не из этого, к сожалению, спектакля Он по техническим параметрам не прошел Вот, но также из театра из Татарии, из Казани Великолепный, на мой взгляд, коллектив Казанский академический русский большой драматический театр имени Качалова Фрагмент из спектакля «Золотой слон» Смотрим Только в Америке можно быть счастливым с таким капиталом! Только в Америке! Глазище-то у них какие сделались! Надо немедленно предпринимать меры! Я, отец, думаю, слона надо отдавать Кому? Мужика отдавать Гурьяныч! Гурьяныч, ну отдавай мужикам, а не пределькам! Совсем Бога забудут! А ну, вооружайтесь! Пашка! Ух, да, у нас бегут, снимать! Да! Не бегай рука! Господи! Дохма! Сиди! Сиди, не с места! Петрей! Остановись, ничьонерам! Доставай науку! Я науку на службу врагам не дам! Паша! Берданку! Сначала в упор, потом вверх! Давай сюда, ты че? Ты че? Ты че? Я для чего тебя учил? Науку познавать, а? Я познавал науку для того, чтобы употребить ее на пользу массы! Никакой массы! Ты домашний ученый! Я тебя выучил для своего хозяйства! Понял? Понял? Да понял, понял! Я всем покажу, какую силу имеет капитан! А что? Хотите быть буржуями? Спрашивайте! Всего лучше быть буржуями! Жить без всякого труба! Ну, тогда засучайте рукава! Берите наши иночицы! Работа есть! Пожалуйста! Радо служить! Пусти! Мать, подрекай всю труху из сундуков! Че? Штаны, кольсоны? Штаны, кольсоны, рубахи! Петрей! Разводи химию! Заставляй газ! Господи, газ! Че? Еще какая работа-то будет? Дирижабель строить будем! Дирижабель! Дирижабель! Идей! Коль через три часа Дирижабель не будет готов! Я тело стреляю, как вредителя! Сначала в упор, а потом вверх! Я всем, всем покажу, какую силу имеет капитан! АПЛОДИСМЕНТЫ У нас сейчас за кадром возник такой немножко сумбурный, правда, разговор об этом театре. Вот я прошу поделиться информацией, то, что вы знаете о Казанском театре. Ну, это старейший, ну или как минимум один из старейших провинциальных театров России. Он создан был на рубеже 18-го и 19-го веков, и с тех пор он существует, с ним связаны крупнейшие имена актерские, российские. Им 222 года. Да, 222 года, да. А нашему театру тоже старейшему? Одному старейшему. Одному старейшему. 160 всего. Видите, насколько это театр? Ну, 162 уже. Два. Виктория Борисовна, вопрос к вам. А поделитесь, пожалуйста, информацией вообще, какие площадки задействованы будут? Насколько я понимаю, чуть не весь город будет бурлить во время фестиваля. Несколько площадок театральных, фестивальных у нас работает. Ну, в первую очередь, пять спектаклей пройдет на площадке Самарского академического драматического театра. Это первое. Пройдут спектакли в театре камерная сцена, это на улице Некрасовской, если кто-то не знает. В театре Самарская площадь, который уже, судя по названию, недалеко от Самарской площади находится. В культурном центре Дзержинка, это культурный центр ГВД. Также у нас пройдет, насколько я помню, капустные какие-то мероприятия, интересные вещи в Доме актера. Ну, вот такие вот площадки. Потому что фестиваль у нас еще имеет лабораторную составляющую. То есть, каждое утро жюри будет заниматься разбором полетов вчерашнего вечера. То есть, есть еще и научный аспект, лабораторный аспект. Ну, как на всех солидных фестивалях. Да, для того, чтобы можно было услышать какие-то там пожелания. Вот, естественно, Дом актера, это штаб фестиваля. То есть, будет вечера. Основной центр. Вечера капустников будут. Общение актерское. Ну, и в любом случае, именно вот на эти площадки. А также в театральные кассы города можно прийти и приобрести билеты. Во всех театральных кассах, да? Да, да. Уже идет продажа. На театральный фестиваль. Давайте у меня предложение посмотреть сейчас еще один фрагмент театра, который мне очень понравился в названии. Ну, ни в какие титры это не влазит. Дом Мирхольда, театр доктора Депертутто. Очень интересная постановка. Похождение Чичикова. Пенза. Это город Пенза, да. Смотрим и будем обсуждать потом. Смотрим. Ура! 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 Что поем? Ура! Кто берет… Но березка, моря, и глина, Устрадит и над рекой, Край родной, наверх любимый, Где найдешь еще домой? Край родной, наверх любимый, Не найдешь еще домой, Не найдешь еще домой. Солнце в зоне, в треяльтариной, Хоть куда не бросай склят. Край родной, наверх любимый, Весь цветет, как вешний сад. Браво! Браво! Ну вот, кто-нибудь об этом коллективе что-нибудь скажет? Ну, это замечательный коллектив, Он недавно существует сравнительно, Он возник при музее Мерхольда в Пензе, Дом музея Мерхольда, Который он так и называется, Дом Мерхольда, Это название музея. И при этом доме возник театр, театральный коллектив. В названии они использовали один из псевдонимов молодого Мерхольда, Он под этим псевдонимом играл в любительских спектаклях в Петербурге, Когда он же был маститый режиссер, Но еще и играл. Это такая отсылка к балагану, К комедии масок, Которую Мерхольд очень любил, И театр следует этой стилистике. Это труппа мужская, Как принято было в средневековье, Там нет женщин-актрис, И они вот в этой балаганной масочной стилистике Они ставят самый разный репертуар. Вот в данном случае это пьеса Булгакова по поэме Гоголя «Мертвые души». А вот кто-то поподробнее захочет из театралов ознакомиться с тем или иным коллективом. Это где вообще можно сделать? Уже подготовлены есть у нас буклеты фестиваля, В них представлена очень подробная информация. О каждом коллективе, да? Это были продаваться перед началом спектакля. Конечно, и программы фестиваля. Все это уже есть, потому что понятно, кто приедет и что покажет. Ну, вот несколько городов, кстати, сейчас Пенза, да, Пензенский театр. Из Пенза два театра, насколько я понимаю, да? Так же, как, допустим, вот из Тольятти. Из Тольятти, из других городов, в общем. Ну, Самар, понятно, мы хозяева. Ну, у нас Нижний, Саратов, Волгоград. Да, вот Казань, Ульяновск, Саранск, Волгоград, Пензенский. В Саратов. Ну, в общем, очень... Волга. Хорошая, да, Волга-Волга. Волга-Волга. Ну, хорошо. Значит, давайте еще раз обозначим, потому что наверняка после передачи многие ринутся в кассы, будут обращаться в интернет. Значит, мы начинаем 15 сентября в 18.00 с золотым слоном, фрагмент, с которым мы уже посмотрели, как раз на площадке, на сцене театра... Драматического театра. Драматического театра. Вот. И дальше практически каждый день, вот, допустим, у 16.00-го смотрят три спектакля на разных площадках. У нас даже есть дни, где параллельно идут спектакли, и жюри будет делиться. Я хотел об этом задать. Да, да, да. Хватит жюри-то? Хватит. Хватит. Они будут тоже делиться. Москва, хорошо. Поэтому нашему зрителю, у нашего зрителя есть возможность выбрать, какой спектакль из двух идущих этим вечером они предпочитают посмотреть, потому что, к сожалению, посмотреть все спектакли не удастся никому, потому что есть и параллели. Надо выбирать. Владимир Александрович, а если вы фамилию пока не сможете назвать, то хотя бы нам пообещайте, вот, не знаю, кто-то из верховного руководства СТД будет здесь на фестиваль, я думаю, наверняка будет, да? Ну, это мы будем сговаривать с Москвой. Александр Александрович Калягин для нашего буклета уже прислал приветствие, которое будет там напечатано. Конечно, да. Вот. Жюри московское, которое Александр Александрович Калягин отрядил к нам на фестиваль. То есть... То есть все по высшему разряду. Да, Большой Союз принимает участие в фестивале. Ну, давайте посмотрим еще фрагмент из спектакля еще одного итальянского коллектива, не исключение, 160-летие, два театра. Песня западных славян, очень любопытная постановка, фрагменты. Говорит ей, Яныш Королевич, расскажи, какое ты творение? Женщина тебя породила или богом проклятая ведьма? Он скучает ему в одинице. Родила меня молодая елица. Мой отец Яныш Королевич, а меня там в одинице есть. Королевич, при таком ответе... Попнял дочь свою в одинице и слезами заливаясь, молвил. Расскажи, где твоя мать елица? Я слыхал, что она потонула. Мать моя, царица водяная, она ласкает над всеми реками, над веками и над озерами. Лишь не ласкает она синим морем. И не море плохое. Иди в рыбу. Так иди же, водяной царице, и скажи ей, Яныш Королевич ей поклон усердный посылает, и у ней свидание просит на зеленом берегу моралы. Завтра я заеду за ответом. Ну вот, это очень-очень недурно. И давайте, вот у кого, что осталось сказать по фестивальным вопросам? Ой, вы знаете что? Фестиваль, конечно, очень большой праздник. И я очень рад, что жители нашего города окунулись в этот праздник. И я думаю, фестиваль будет жить уже своей жизнью, потому что он постоянный, раз в два года будет проходить, каждый нечетный год в сентябре, в рамках дня нашего города. Да? Да. Поэтому я надеюсь, что наш проект останется здесь надолго. Ну дай бог. Давайте еще посмотрим один фрагмент, а то мы как-то обошли самарские коллективы, да? Из великолепной постановки «Привет, Рэй», Анатолий Праудин. Смотрим. Самарта. Для того, чтобы научиться свистеть, хорошенько смочить губу, потом выпить его, так, чтобы он был похож на губину. И немножко подумать. Это просто. Я попытался. Ты там вновь, че ты? Я пытаюсь свистеть для бабушки. Бабушка, я пытаюсь, как ты говорила, вытяну губы, рот как куриный. Тихо, тихо. Бабушка, а я еще раз попытаюсь. И я сделал так, как говорила мне бабушка. Когда ты растешь, и руки растут, и ноги растут, и живот. И ты становишься таким вот большим. Я сейчас уже взрослый, но до сих пор умею свистеть, потому что бабушка меня этому научила. Бабушка покинула меня, а свист остался со мной. Ну и так наступило время провокации. А то я был плохим журналистом. Все гладенько, все расписано каждый день. Что такое? Все чудненько, все миленько. А есть ли какой-то сюрприз? Вот какая-то неожиданность, которая не прописана у нас в программах, в буклетах, покуда. Я надеюсь, не будет сюрприза по организации. Дмитрий Александрович, нет. Вот этого не знаю. Дмитрий Борисович, давайте. Вот давайте. Вот вы, Анатолий, какой. Я вот действительно провокатор. Приятный сюрприз. Приятный сюрприз. А приятный? Приятный сюрприз из города Ульм. Это пригород Штутгарта. А Штутгарт, как известно, город-партнер наш. Мы побратим. Они захотели приехать. Это театр в кармане. И они представят спектакль «Глазами клоуна». Это вот такой вот. На каком языке? На немецком. На немецком языке. И тоже ждем немецко-говорящую публику. Евгения Борисовна, а это будет когда и где? Это будет тоже в период проведения фестиваля. Может быть, вот 16-го числа. В Самарской площади? В Самарской площади. Как традиционно в Самарской площади. Да, они с ними дружат. Они дружат домами, площадями. 16-го, да, мы планируем? 16-го числа это будет в дневной периоде. Ну, ведь какой сюрприз. Какой сюрприз приятный. Ну, мы уже не первый год встречаем немецкие театры, и они... Они здесь как в себя дома, по-моему. Ну, и там, кстати, я знаю, и Самарская площадь, и другие театры бывают периодически. Их там очень любят, я знаю, видел съемки оттуда. Вот такой сюрприз. Да, хорошо. Татьяна Валентиновна, может, вы какой-то сюрприз нам готовите? Нет. Нет? Все сюрпризы уже... Уже закончились, да? Закончились. То есть нам остается сидеть и ждать начало, да, вот этого праздника. Владимир Александрович, ну, любой из вас может ответить, может, в хором. А вот первый день открытия будет какой-нибудь, я не знаю, праздничный еще там, я не знаю. Нет, вы знаете, как... Что будет? Да, естественно, открытие фестиваля, как правило, бывает очень коротким. То есть что-то будет перед началом спектакля Казани, потому что там будет стоять декорация спектакля. Чуть-чуть мы сцены займем, естественно, будет... Тем более там золотой слон, и поэтому там не развернешься особенно. Да, естественно, будут приветствовать наш фестиваль, и высокие люди, и творческие люди, вот. Естественно, мы какое-то маленькое открытие сделаем. А основной праздник будет после последнего спектакля из Саранска, где будет торжественное закрытие фестиваля. Вот здесь будет вручение призов. Раздача слонов. Раздача всех слонов. Вот здесь будет действо. Открытие будет коротенькое. То есть открытие будет рабочее, а праздник будет финал. Ну вот, видите, мы обозначили даже рамки этого великолепного мероприятия. Ну я напоминаю, что у нас сегодня было обсуждение прекрасного праздника, первого межрегионального фестиваля Волго-театральное. Мы все с нетрепением ждем. Я уже приготовил бабочку, приготовил уже башмаки, уже все готово, уже шнурки погладил. И мы все в предвкушении, конечно же. Это великолепный будет праздник, великолепное событие. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня, то есть моими соавторами сегодняшней передачи были Владимир Гальченко, заслуженный артист России, председатель Самарского отделения СТД России. Далее Евгения Ворисовна Мищенко, начальника отдела культуры и искусства администрации городского округа Самара. И Татьяна Валентиновна Журчева, членоправления СТД, кандидат филологических наук, председатель экспертного совета фестиваля Волго-театрального, того фестиваля, которым мы так продвинулись еще почти на час за время нашей передачи. Вот, с чем я вас поздравляю. И я напоминаю, что соустроителями, как бы, вот, три кита, которые фестиваль этот готовили, администрация городского округа Самара, Ассоциация городов по Волжье, Самарское отделение, Союз за театральный деятель Российской Федерации. Всем вам спасибо, всем вам спасибо. Спасибо. Вы молодцы, и мы молодцы. Я надеюсь, что все пройдет блистательно. Удачи фестиваля. Удачи фестиваля. Ура. Ура. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»